говорим про пересечение цилиндров мы в принципе каких-то изогнутых форм это может быть сфера с таким же успехом с какими-то плоскими прямыми формами я хочу вот эту вот вещь сейчас удержать какие у меня варианты ну для начала вот здесь окей понятно будет рез дальше вот тут я могу добавить резы чтобы держать и сейчас вот с этим углом разбираюсь на его сейчас удержал с одной стороны другой стороны и теперь мне надо его вроде как еще вот тут удержать тут то же самое как только это делаю у меня возникает проблема у меня вот этот рез попадает сюда вот на цилиндр и ломает его если я посмотрю сверху пока не очень видно но на самом деле из-за того что равномерность вот этого цилиндра она нарушается я по сути сейчас вот здесь на нем удерживаю угол кстати вот этот угол еще должен быть удержим с этой стороны так и если прям по честному на как мы изначально смотрели что каждый угол должен быть со всех сторон удержим вот тут например то теперь когда это сглажу вот у меня вот тут начинают уже прям явные углы образовываться и цилиндр перестает быть цилиндром и это проблема принципе я могу этот угол как мы раньше делали сделать так чтобы наискосок закрывался единственное что сейчас наискосок будет до самого верха это не очень хорошо поэтому я добавлю здесь еще пару резов и у нас должна вот какая-то такая ситуация получиться и как раз вот здесь мне важно чтобы вот этот рез у меня сохранился то есть я хочу удалить вот этот и вот этот центральный у меня не нужно удаляться поэтому мы добавляем здесь такие вот резы чтобы у меня переход случился с удерживающего на центральный и теперь я могу удалить лишние части у меня у меня окей получается вот такая ситуация так для того чтобы тугал держался мне еще нужно вот с этой стороны его продержать чтобы вот этой грани было тоже с двух сторон порезу но как бы работает но как бы не совсем и если с выпуклой формой это еще более-менее нормально то если я возьму сделаю наоборот внутрь ее засуну то проблема станет еще более очевидно то есть если до этого это как бы переходила форму на то вот здесь она выглядит не очень хорошо то есть в этом месте цилиндр ломается вот на вот этих полигонах и на самом деле он будет ломаться в любом случае то есть это в некотором роде неизбежно почему потому что у меня для того чтобы у меня круг был ровный мне надо чтобы у меня были точки которые расположены равномерно по кругу как только у меня где-то точек становится больше круг перестает быть кругом и вот здесь для того чтобы мне удержать этот угол там было добавить вот эти вот три точки которые по сути в эту линию на если посмотреть вот вершина вот вершина на равномерную они вмешиваются вот эти две точки здесь как бы лишние но без них невозможно удержать угол и единственное идеальное решение этой ситуации которая не поломает геометрию вообще в принципе это сделать исходный цилиндр сильно плотнее если сделаю цилиндр достаточно плотный что у меня удерживающие ребра и его собственная плотность будут совпадать тогда проблема исчезает но это далеко не всегда адекватный вариант вот здесь сейчас 64 реза он весьма плотный если бы меня не устраивало вот это вот скругление которое мне дает вот это расстояние мне пришлось сделать его еще плотнее в принципе можно чуть-чуть эту ситуацию зафейкать и вот здесь все-таки сделать чуть чуть ближе их и но короче пойти по пути который я изначально брал когда я делал все-таки какую-то более менее вменяемую сетку не такую плотную но просто чем цилиндр плотнее тем проблема будет менее заметно если цилиндр восьмиугольный я пытаюсь в нем квадратную дырку прорезать то его будет очень сильно корежит а если вы хотите не только смотреть видео но и делать что-то самостоятельное получать от меня фидбэк общаться и в целом становиться 3d художником то приходите на мой курс 3d artist на vfx lab ссылка в описании